Первое слово Виталию Савилову. По традиции он рассказал о ходе работ в спортивном парке отдыха, который становится одним из главных мест протяжения Воденцова. Работа по благоустройству парка подходит к концу. Заканчивается асфальтирование, установка освещения. Мы идем к графике. В данный момент на парке у нас кладется резинка на детскую площадку. В процессе укладки уже первый слой уложили. И идет укладка резинки на многофункциональную площадку. Параллельно с этим идут работы по устройству набережной каменной плиткой. Савилов также подвел итоги прошедшего в начале октября молодежного форума «Победа жизни». Он проводился четвертый год по андреат и получил множество положительных отзывов. Гости фестиваля смогли попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, увидеть выступления лучших спортсменов воркаута, насладиться музыкальным концертом. Уже поставлена задача на следующий год – вывести фестиваль на федеральный уровень. В счастье в следующем году это будет уже пятый год, юбилейный. Мы заложили его в календарь и попробуем его провести уже с другим освещением, уже более серьезным, придать ему статуса. Важный вопрос, на котором также остановились на совещании – ликвидация бесхозных детских площадок. Такое предписание направил в районную администрацию руководителя областного госадом технадзора. Было выявлено 50 бесхозных детских площадок на территории семи наших поселений. И предписание было четко прописано, что до 13 октября необходимо представить дорожные карты по ликвидации данных бесхозных площадок. Почти все указанные поселения эти предписания проигнорировали. Сегодня до 17 часов эта работа должна быть выполнена. Ровно в тех форматах, которые требует администрация. Еще один немаловажный вопрос – создание системы экстренного оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Эта работа активно ведется во всех поселениях. На нее выделено более 38 миллионов рублей. Четко работающая система оповещения важна сегодня, как никогда. В стране непростая обстановка, особенно террористическая угроза. Все вы смотрите телевизор, понимаете, какие последствия по нашему активному участию в борьбе с ИГИЛом, какие возможны обратные реакции от террористической организации, в том числе на территории нашей страны. В конце совещания обсудили тему предоставления 50-процентной скидки социально ориентированным предпринимателям на аренду муниципальных помещений. Это парикмахерские, ателье, аптеки, медицинские центры, продовольственные магазины. Андрей Иванов попросил глав поселений активнее вести информационную работу. Необходимо, чтобы все бизнесмены узнали об этой программе.